вечер добрый друзья с вами священник константин и наш проект батюшка love батюшка любовь вот неделечка пробежала здравствуйте ирина как напишите вы себя чувствуете вечер добрый дмитрий неделечка пробежала была она насыщенная на этой неделе в москве проходили рождественские чтения международные замечательные чтения высочайший уровень возглавлял все это делание святейший патриарх московской всей руси кирилл сначала все естественно началось молитвы это литургия в храме христа спасителя в инстаграме вы наверно наверняка нашим видели если вы не знаете инстаграм и на скину ссылочку вот там я старался все транслировать показывать но это нереальный какой-то интернет был в москве может быть за шоу роуминг может быть еще какая-то причина музыка на фоне наверное идет музыка музыка хорошая музыка идет только честно говоря без названия так вот ну а поездки все таки что-то у нас тут начало инстаграм хочет много показать сколько лайков ставит вот мои дорогие и значит эта поездка у нас была очень плодотворной это замучит меня сейчас интернет автоплатеж вот так спасибо лучше я ходили в храм сегодня слава богу ирина я очень рад но вот более у нас побольше уже подключилась значит поездка была достаточно насыщенная как я уже сказал это литургия в храме христа спасителя потом мы в кремлевском дворце были где была основная часть где выступил святейший потом чиновники выступали лавров и замы скажем так первые владимир владимировича дмитрия за поем прости господи медведева нашего то есть многие такие вот знаковые лица их замы выступали отмечали значимость такого уровня форума о значимости как бы церкви в государственном скажем так таком соработничестве мне часто говорят как вообще относитесь спрашивать верни как вы часто вообще относитесь к нынешней власти я всегда цитирую святейшего патриарха алексея почившего он говорит что ягод не предпо мне даю кому то предпочтение ягод не с борис николаевичем не с другим ягод с представительном общаясь нынешней власти так вот наверное тенденция такая потому что история показа что разные веки были и по-разному церкви вообще и относились вот это один день другой день у нас были направления это по молодежной направленно молодежным направлению по сми по интернету очень тоже было интересно интересные специалисты священники выступали были такие интересные неожиданные встречи на самом деле в эту поездку сейчас я вот быстренько чтобы правильно называть фамилии немножечко шпаргалочку открою вот открыл вот с интересным с игуменом игнатием из казахстана я встретился интересно еще была встреча естественно вы наверно все знаете этого батюшка макари маркиш и еще вот так можно сказать и основатель батюшки селфи так хэштега это андрей долгополов ну для меня конечно очень интересно было и и знаковая встреча это собачка александром захаровым я иногда смотрю проповеди изумляясь такой пастырской любви наверное можно было бы тоже назвать батюшка любовь батюшка лав на вот изумительные проповеди такие добродушные и порой их беру за основу для своих проповедей изумительные батюшка я рекомендую вам посмотреть его проповеди вот и это один день и следующий день им было тоже таки разноплановая программа но в какой-то мере так она благодаря кому мои хорошие знакомые с москвы это посещение телевидения это москва 24 канала который россия россия 24 это близостанкина был как бы такие вот в общем интересные встречи были познавательные что-то для себя узнал новое для общего развития то есть разноплавная поездка была так вы везде успели прямо одна нога туда-другая сюда да ирина пытался везде успеть максимум охватить милости боже но не совсем увидимся с кем хотел бы очень со своими и сродниками тоже не получилось видеть которые в подмосковье живут но за все слава богу вот тут у нас отец сергий трудился на на как я посмотрел по несколько у него было интересных трансляций вот тематических но вообще если по тематических сейчас у нас началась неделя мы три фарисеи конечно показательную притчу господь говорит для нас которая сейчас я чего не поспокойнее тут поставлю мне классика современная включилась в обработке вот и мы три фарисе это очень интересный тоже пример господь нам приводит когда один хвалится что он десятину платит жертву верни жертву делает молитвы читает и указы так укорительно на на мытаре не то что тот а тот бьет себя в грудь от сокрушения сердца и говорит господи буди ми грешнику то есть сокрушается вот возникает вопрос слышит ли молитву и одного и другого господь я думаю слышит как вы думаете слышит господь каждого молитву или есть то такие кого господь не слышит или не хоть слышать как вы думаете напишите ну думаю пока вы пишете я все-таки вперед пойду я думаю наверное конечно же слышит другое дело насколько он ее принимает и исполняет потому что одному нужно более труда предложить а другому дается авансом для одного испытания а для другого это от рада такая что господь во много ну не зря же есть запад да был вложение чистый сердцем богу вызрят то есть от нашей молитвы сердечно она умная или в идеале в совокупе то господь и по по наших молитвенным трудам нам в том числе и дает и вот так и здесь господь говорит вот фарисеи то молодец все делает а мы то это от сердца боли от сокрушения покаянно вообще сейчас уже у нас наступает период постной триоде вот сегодня мне буквально задавали вопрос что такое триод это вот есть цветная есть постный триод то есть это вот богослужебный период такой книг когда мы читаем постный это в пост как бы основные там и песнопение и чтение а цветная это уже пасхально с пасхи начиная а когда у нас уже воскресенье христово случилось надеюсь мы с вами милости божьим дойдем до того дня когда мы увидим снисхождение благодатного огня надеюсь с с радостями на глазах именно слез слез радости за то что господь милостив и слышит и дает нам по нашим нашему духовному усердию вот ну давайте мои родные не какие то еще вопросы по отвечаем на самом деле о мытаре фарисеи можно много говорить такой очень поучительный пример господь приводит для каждого из нас так так около меня прям были на останкино но я правда на останкино уже приехал темнело это наверное часов шесть было я там пару часов был и уже стал добираться я часов в одиннадцатого вернулся к месту где у меня проходила ночевка если можно так сказать так если есть вопросы пишите а я сейчас открою вопрос который мне на этой неделе присылали чтобы у нас более продуктивно наша беседа а встретился я еще с одной девочкой которая у нас была в молодежном центре православный посещала Уманский благовест который сейчас есть я смонтировал видео которое до отъезда в Москву не успел доделать вы увидите в ближайшее время как только я его загружу вы увидите один день как вот проходит священник а у меня многие вы просили чтобы я его сделал но надеюсь вы его увидите не в плане похвыла на самом деле так многие в таком режиме такой деятельности священники трудятся поэтому многие гораздо больше даже трудятся чем я это факт поэтому вы посмотрите в каком режиме в принципе многие батюшки находятся что мы сейчас должны читать дома да по сути в принципе вы читаете все то же самое конечно это утреннее правильно сон грядущий молитвы в течение дня те молитвы которые вам благословил ваш духовник какие-то необходимые ну допустим какие-то ссоры были в семье ну и значит можно почитать Петру и Февронии молитвы допустим деточки учатся можно почитать кафе с иконой Божией Матери прибавление ума а также сергию радуемского помолиться то есть по необходимости допустим сыночек в армии служит Георгий Победоносов то есть ну какие молитвы по разумению и по благословению духовника которые конечно у каждого должен быть я даже не знаю столько бы наверное ошибок и грехов наделал бы если бы не было у меня духовника и не советовался с ним в каких-то моментах потому что бывает на эмоциях можно и дров наломать поэтому мы читаем то что в первую очередь у нас необходимо так так добрый вечер добрый мир вашему дому с миром принимаем добрый вечерок мне можно помолиться у меня нету деток кому помолиться можно если деток нету Серафиму Саровскому иконе Божьей Матери помощица в родах то есть ну может быть я немножко предупреждаю но тем не менее мы уже просим в этой нужда Федоровской коней Божьей Матери я думаю как минимум своему небесному покровителю молитвенный подвиг конечно тут нужно понимать еще что ребенок это на матронушке конечно да безусловно тут нужно понять почему часто не дает Господь детей тут несколько причин во-первых это дар Божий нужно понимать деточка и деточку в том числе заслужить кому-то Господь дает авансом кому-то нужно вымолить бывает так что у каких-то деточек нет родителей и вот эти родители у кого деточек нету это те которые могут сделать счастливые эти одинокие сердца ну конечно молиться трудиться нужно потому что практика уже большая и тут однозначно Господь даст как сам сказал просить и дастся вам так ну тут немножко написали я сейчас посмотрю что у нас тут написали так как или Богородица Вседержителя Пантелеимона ну в принципе правильно подсказывает у меня нет пока духовника я вас слушаю и другие батюшки ну можно пока и так но конечно духовник это практически как родной отец только в духовном плане который молится переживает за тебя который тебе дает послушание какие-то духовные для пользы души вот я думаю духовник это очень важный человек в нашей духовной жизни сейчас я немножко тут так это Моцарт 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 сейчас чего-нибудь мы включим вот опера так Салам алейкум и я вас приветствую дай бог вам здоровья вот ну пишите свои вопросы я сейчас открою тут мне несколько интересных вопросов задавали вот пока вы пишите можно ли читать библию в интернете когда я еду в метро это вот буквально мне в москве писали задавали вопрос ну на самом деле в метро очень много времени и мы и помолиться можем там скажем так в наушничках ходить и в аудио скажем так и почитать потому что ресурс разный есть бумажный есть электронный носитель вот поэтому почему бы и не помолиться и таким образом вот он не мусульмане ну может быть и мусульмане мусульмане тоже люди дай бог вам здоровья вот а поэтому отвечая на этот вопрос можно и в библии в интернете читать добрый вечер роза я пока сейчас поищу еще тут мне задавали вопросы вот сейчас ага так вот интересный вопрос задавали сейчас вас посмотрю пока но я тогда нашу батюшку Александра попрошу быть моим духовником почему бы нет если он вас знает можно попросить и его ну сразу приобреждаю вы не расстраивайтесь если вам вам откажет потому что это очень серьезный подвиг это тяжелый крест относительно иметь духовный чад поэтому не обижайтесь не расстраивайтесь если вдруг откажет молитесь господь покажет вам того батюшку который и ответит вам добрым ответ на ваш вопрос добрым ответом и возьмет на себя это этот крест так вопрос здравствуйте батюшка что читать когда веру теряешь на самом деле вот интересные вопросы часто возникает нам какие-то вечно доказательства нужны чтобы мы крепчали какие-то чудеса ведь не зря господь говорит по вере ваша дастся вам что же вот именно в молитвенном плане можно было бы почитать конечно я всегда рекомендую и сам очень люблю читать акафи слава богу за все мы редко благодарим бога мы много просим но редко благодарим поэтому акафи слава богу за все это очень интересный такой и по тексту и вообще значимый в духовном плане также можно читать акафисты канон и господу и благородице и ангелохранителю и небесному сопокровителю то есть от кого вы вот чувствуете такую молитвенную поддержку ну вот тут конечно в этом плане может быть индивидуально взять благословение и посоветоваться со своим духовником роза можно ли вопрос пожалуйста задавайте так зачем ты ему салам даешь салам всего доброго всего хорошего всех всех надо любить это творение божие другое дело что человек злой уже живет в аду на земле так вот я в автобусе я еду минут сорок могу читать добротолюбие почему бы и нет так брат ты прав нельзя но я забыл это ко мне салам нельзя давать ну да ну не давайте так намерение ваших поздравления вас спасибо вот так все просят никто не скажет возьми боже всегда благодарите так вот почему в церкви чтобы поставить свечку нужно платить деньги спасибо заранее почему нужно платить ну если у вас нету возможности попросите во слава божию вам ее пожертвуют а вообще это очень глобальный такой вопрос относится пожертвования сейчас у нас не десятины и храмы должны за счет чего-то содержаться и мы в том числе эти свечи и ту же самую тварь нам никто не дарит поэтому нам нужно ее скажем так приобрести чтобы вы могли ту же самую свечку за пожертвование взять ее и помолиться можете без свечки помолиться скажем так ну нужно помнить что это бескровная жертва которую вы сами дома свечку не сделали и ее не принесли можно вот сейчас у нас скоро будет праздник сретения вот на сретение освещают свечи если вы у вас есть воск сами накатайте свечей принесите вам свечи освятят со всеми другими и будете ходить и ставить свои свечи ну это вот такая крайняя необходимость потому что многие думают что церковь освобождена от всех налогов на самом деле мы платим все налоги имущественные и подоходный налог и коммунальный налог и пархиальный налог и очень много много всяких других как минимум зарплату свечницы зарплата певчей ведь у них есть семь я уже молчу за батюшек у них тоже семьи их нужно деток одевать кормить поэтому разные приходы по величине по доходам в некоторых я как-то уже при ведущих трансляциях рассказывал что при некоторых приходах есть какие-то приюты есть там садики школы есть какая-то социальные отделы в которых на которые тоже выделяется финансы день через день приходит в храм какой-то человек нуждающийся который потерял документы или же украли у него если он каким-то образом хотя бы минимальным может это подтвердить что он не шарлатан какой-то естественно церковь ему поможет это все вот с той свечечки которые вы возможно приобрели так ну давайте дальше тут немножко уже понаписали так так а как читать дома псалтырь ну наверное по одной кофей у нас тут держался держался и рухнул телефон так как по одной кофейдем предначинатель молитвы почитали и потом читайте по одной кофейдем так в церкви могут дать бесплатно а у нас это практикуется тут нет и ничего зазорного ну это это ваша бескровная жертва понимаете вы не столько свечку жертвуете сколько в большей степени цену за нее понимаете я вот по себе рассуждаю прихожу я в храм вот я в Москве был да я был с одним хорошим моим знакомым я чуть чуть позже расскажу интересно мы с ним познакомились когда я ставил один такой компьютерный игровой эксперимент вот и я зашел в храм мне было 100 рублей я взял две свечи ему и себе то есть доброе дело ему чтобы он помолился и сам 50 рублей сейчас ну может быть дорого но я кому ставлю богу на тебе господи есть у меня жалко что я не дороже купил скажем так пожертвовал за большую цену но так я от сердца это делаю и это не столько храму делаю финансовую какую-то помощь сколько я любовь проявляю ко господу господи что такое свеча еще это прообраз нашей жизни который огонь это вера наша а вот это жизненный путь свечи который сгорает это мгновение которое рано или поздно закончится я так же пристану перед господом он скажет а что ты доброго сделал храму людям детям семье что ты сделал поэтому нужно стараться больше делать дороже делать и господь по плодам нашему знает нас дальше так алан велик может быть алан велик так стас михайлов это но не знаю не шибкая на него похож евгений не в гриме может быть так зарабатывает так стас моя сестра ваша большая поклонница вы для нее могли бы спеть журавли улетели в китай улетели в китай у у меня все хорошее настроение так сейчас дальше какой есть праздник когда дают храме хлеба не просфорки а большие куличи детям на всех большие куличи это артас который раздробляет который тоже прообразует как бы воскресенье христово его уже после пасхи неделя проходит тогда дробят и раздают вот у нас хвала Аллаху да и такие есть так как к макаронным монстрам относитесь макаронным монстрам относитесь никак я честно даже не знаю что такое макаронные монстры вы можете если пояснить пояснить что терпение вам батюшка спасибо господи стас куда лучше попасть после смерти в ад или рай ну наверное ответ очевидный в рай что иногда ад начинается уже на земле так добрый вечер батюшка добрый вечер много лет спасибо господи вот не верующим а верующим к богу мы находим на наше мы находим на все денежку а на свечу грех найти для души и такое к сожалению бывает а без свечей нельзя молиться можно богу нужна наша свеча нужно потому что это добродетель скажите пожалуйста почему говорят что нежелательно часто ходить на могилу к усопшим не знаю почему говорят тут есть определенные опасности которые нужно учитывать если у человека больное сердце а его сродник только недавно почил то на могилу естественно получает он определенный эмоциональный стресс от воспоминаний от видения фотографии креста могилы и что дабы не было ему плохо ну желательно чтобы он пока не ходил пока немножко не успокоится его душевная рана так по сути зачем мы идем на могилу помолиться за могилочкой поухаживать в этом греха нет в этом добродетель любовь которую мы управляем к своим сродникам поэтому часто не часто как минимум раз в году на радовницу как минимум а в идеале конечно чаще так я хочу покреститься это очень отрадно господь что для этого нужно как минимум прийти в храм как тут относится к другим религиям как я отношусь к другим религиям если банально никак я православный если более расширенно сказать когда то я вот не могу сейчас вспомнить кого я читал из святых отцов они сказали мы не хотим победы над такими религиями потому что мы с ними не воюем мы молимся о людях дабы они увидели свет христов и приняв православие вошли в лоно церкви в русской православной церкви поэтому мы искренне хотим чтобы это этот свет увидели и пришли к нему вот так а вот что значит свеча в алтарь заказать ну во первых со свечой их используется и во время евангелия читает священник в руках держит бывает панамарская свеча во время богослужения то есть это неотъемлемо получится богослужебная такая свеча алтарь это святая святых идея невидимым образом особенно во время литургии на престоле восседает Господь так Аллах единый гомосоциалист ну вы совсем перегибаете не знаю я не знаю Аллах какой он гомосоциалист или нет ну лучше вам такого не писать так дальше я прошу у вас мои родные не занимайтесь междуусобными таким полуразборками мы все таки люди и должны уважать друг друга так зачем пишите газы совершенно согласие не нужно этого делать добрый вечер подскажите к крематорий крематорий наверное возможно в православии это такой специфический вопрос скажем так сейчас в городах из-за того что сумасшедших денег стоят могилы скажем так место на кладбище сначала отпевают а потом уже люди сами решают есть ли у них возможность что они захоранивают если нет они кремируют поэтому самое главное что о душе какая забота проявляется отпеть конечно нужно вот вот на вас смотришь и слушаешь вас приятно но почему большая часть батюшка толстые с лицами отталкивает от себя ну я вам скажу так так тут все очень индивидуально многих батюшки тоже есть какая-то физиология у кого-то болезни есть у кого-то сахарный диабет вы знаете в этом плане у меня был горький опыт я в этом каялся и признаю свою ошибку я чего-то так вот знаете есть симпатия антипатия вот мне один гаишник вот не взлюбился как-то он несколько раз останавливал меня это еще до того как я священником стал естественно было дело и он такой полный я думаю вот такой вот прости господи зажравшись из-за того что таким вот беспределом занимается штрафовал по делу и без дела и вот я потом узнал оказался что этот гаишник не так далеко от меня живет и у него серьезная болезнь даже не хочу озвучивать на фоне которой вот у него обмен веществ толком не работает и чего-то у меня тут музыка затихла непонятно непонятно ну ладно и получается я больного человека осуждал и за его не совсем профессиональные качества ну и в том числе за то что он вот такой вот толстый а кажется толстый он вовсе то и по другим причинам вот так вот прости меня господи не суди не судим будешь так 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 все не ругайтесь а то я смотрю вот тут дискуссии уже вступили так стас стас михалов лучше споет евгений я не стас михалов я батюшка константин священник русско-православной церкви монах нет я не монах я семейный священник из белого духовенства добрый вечер добрый вечер спасибо батюшка за ответ слава боже так отпусти мне батюшка грехи но это не исповедь поэтому отпустить не могу но здравие душевно и телесно конечно же вам желаю так вы знакомы с книгами Нил Доу У Ольш интересно ваше мнение к сожалению не знаком я потом почитаю посмотрю потом забью название и почитаю конечно для общего развития я люблю людей всех наций не могу полюбить глупых ну к сожалению они сами себя не любят тогда бы они свое невежество не выставляли бы на показ нет в этом мире толсто есть упитанные люди никто не застрахован от полноты да к сожалению а возраст берет еще и свое так смертельно болен Виталик вы наверное подкрепи вас господи всех всем рекомендую беседы с богом атор ну посмотрю я я не готов пока никому рекомендовать пока сам не выникнул в этом так почему когда прощаешь врагов своих тяжело бывает это делать аж слезы бегут почему-то ну потому что прощать это признание какой-то ошибки своей увидеть душевную или телесную болезнь врага своего поэтому это иногда и тяжело это великий подвиг прощать людей так а вы женаты жената ты со у нас тут уже такие интересные ребята появляются так так как вы относитесь тому что патриарх живет как олигарх то что для него перекрывает дороги ездить с кортежами на автомобиле класса люкс как я к этому отношусь двояко с одной стороны я думаю он заслуживает это почему потому что вот вы себе представляете президента на запорожце то есть определенный уровень определенный статус который подразумевает это почему патриарх не должен первое лицо огромной страны в духовном плане ездить на ослики он и так проявляет достаточно много примеров и он должен соответствовать своему месту я не знаю ни одного человека который бы хотел бы с грязным замызганным не особо приятный запах исходящий общаться с тем же даже священником не знаю ни одного человека такого но все хотят священники опрятного хорошего но удивительно нищего и желательно на ослики но в лучшем случае на запорожке класса люкс с одной стороны конечно для меня это норма но это нормально когда патриарх относительно олигархи я не могу назвать олигарха то что там показывают там на яхте где-то он купается но вы хотите чтобы на берегу среди всех в шортах высшего купался ну это абсурдно поэтому вполне могли арендовать эту яхту и чтобы он где-то покупался но он же человек в конце концов но он же может раз в лето съездить в Сочи и покупаться на море ну что здесь зазорного ну а если кто-то это выставляет что как это так ну пусть свои грехи смотрят поэтому тут можно и так и так к этому относиться я отношусь к норме своего статуса здравствуйте а разве священник может испытывать антипатию кому-либо мне кажется что вы должны ко всем относиться ровно стараясь помочь всем даже самым заблудшим но я уже сказал более рано я еще до священника до дьякона этот случай у меня был вообще вы правы да должен ко всем стараться относиться с любовью а если попросил попросить прощения у человека он не простил груз простил груз остался как быть вот но если вы просили прощения вы же это вот от сердца делали от чистого серета то что он простили не прави это на его совести главное что вы это от сердца делали а не лицемерно господь видел ваш порыв а там уже на его совести в goed с него уже будет господь sad спрашивать Мой сын собирает... Я понимаю, что там, видать, еще много вопросов, поэтому я прошу прощения, что я не успеваю все оперативно отвечать. Мой сын собирается ехать работать в Сибири. Пожелайте ему всего доброго. Ангел-охранитель вашему сыночку Божьей помощи. Так, ту имеет великий дух. Ту, ты... А, спасибо, Господи, благодарю, великий дух. Хватит оскорблять. Люди за все ответят, будь, держать. Да, если есть возможность ездить или купить тачку, хорошо. Что осуждать? Я думаю, по доходам и расходам. Расходы. А все мы грешны. Так, патриарх еще летал на самолете истребрители. Ну, может быть. Что вы хотите сказать, что покойный патриарх Алексей жил и вел себя так же, как и нынешний? Я не хочу этого сказать, потому что, честно говоря, я за покойного патриарха Алексея не знаю относительно, как он сильно жил. Ну, относительно, я думаю, сопровождения кортежа и тому подобное, наверное, тоже было. Потому что, наверное, патриарх не может одной машинкой приехать куда-то. В любом случае, с ним целая делегация ездит. Это и подьяконы, которые сослужат, это секретарь, это какой-то архиерей. Поэтому он в любом случае уже не на одной машине будет. Я слышал от отца Игоря по поводу ослика. Раньше ослик был по цене БМВ. Да, на самом деле. Но я бы сказал по-другому. Вы помните, когда Иуду соблазняли предать Христа? Даже в фильме как-то показали, что его, кто пытался, в кавычках, завербовать, он на белом коне. Вот белый конь в то время был, это просто неимоверные доходы людей. Наверное, как в Майбах. А ослик, это тоже было очень такой, не знаю, с чем бы сравнить его сегодня. Ну, где-то машина, может, за миллион, а то и больше. Поэтому это все было дорогостояще. Это мы сегодня к ослику. Ослик-то сегодня тоже не 2 рубля стоит. Сегодня корова стоит минимум 30 тысяч, а ослик, ну, не меньше 20. Поэтому за 20 тысяч в том числе машину можно купить, если мы по такому эквиваленту рассуждаем. Ну, че, пока-пока, благо вам всем, всего хорошего. Спасибо, Господи. Сколько мы общаемся? 35 минут. Мои дорогие, ну, я вот вижу, еще пишут. Я сейчас посмотрю, что тут еще можно вам. Так вот, написали. Поверьте, я несколько раз встречался с покойным земляевым упухом. Ну, очень неотносительный термин. Он был очень скромный. Вполне верю. Вот вы видите, у меня на заднем фоне Патриарх Алексеев, старый календарь. Ну, я его не выкидываю, мне очень дорого для души. Вообще, я когда в семинарии учился, экзамены сдавал, и вот в семинарии мы услышали, что почил святейший. Вы знаете, это по внутреннему ощущению, такой вот очень близкий родной человек, как почил. И вот внутри такая пустота, и думаешь, а что дальше? Вот столб рухнул. Вы знаете, я в Грузии когда был, помню, в поездке, вот там личность Патриарха, я думаю, что если, а его уже несколько раз пытались отравить, Патриарха Илью, если не для Божи что-то с ним случится, это будет просто. Я не уверен даже, что у нас хоть какие-то нормальные отношения Грузии и России будут сохраняться. Сейчас русский народ там очень любят, ждут, очень приветливые, радушные, больше даже, наверное, чем мы, относительно взаимоотношений. Поэтому значимость Патриарха, это мы просто, простите за прямое слово, охамили, к нашему святейшему Патриарху относимся как к Ваське какому-то соседней улице. А на самом деле это очень важный человек в и церковной жизни, и какой-то политической жизни. Просто мы этого недооцениваем. Так. Так, каждому в этом мире по возможности воздается. Так, дальше. Вы ни разу не пожелали, что выбрали именно этот путь. Не одолевает ли вас иногда сомнения в правильности выбора? Это же тяжелость изя. Вам приходится встречаться с огромным количеством людей. Далеко. На самом деле, были моменты, конечно, такие искушения, когда приходили мысли такие, зачем оно мне надо было. Но у меня отец священник, он служит в Беслане, настоятель, благочинный. Я видел, с кем он общался, с какими священниками, алмазами среди священников. Он предлагал себя замену детей, когда Ирак был с детьми связан, вы все помните его. То есть, я видел этот пример. Когда он везде работал до храма, и чиновником был, и директором везде. И как вот из любви и уважения к нему, я хотел стать тем, кем он был. Ну, директор там, допустим, завода, я тоже хочу быть директором такого завода, стать чиновником. Значит, я тоже хочу быть чиновником. И когда он пришел уже в храм, приход его в храм был очень интересный, удивительный. Я понял, что куда бы он дальше не пошел в другую какую-то работу. То есть, я тогда еще не понимал, что все, ты пришел, тебе уже ты никуда не пойдешь. Это твой крест, который ты взял уже и должен нести до конца своего издыхания. Я на тот момент понял, что я не хочу больше-то никуда. Я до семинария, конечно, работал. Естественно, у меня семья, ее нужно было кормить. И на телевидении поработал, и там бытовой техники всяких, подобие Эльдорадо. И в Евросети поработал, и в других где-то поработал. То есть, ну, нужно было кормить семью. Ну, и, конечно же, в первую очередь я ходил в храм, молился, на хоре пел. И, пожалею ли я сегодня, очень тяжелый крест, я с вами соглашусь, очень тяжелый. Порой тебе нужно слушать людей, которых в другой ситуации сказал, чего ты мне нервы мотаешь, и чего ты от меня хочешь. А ты должен выслушать, чтобы не обидеть человека, чтобы этот человек увидел в тебе какую-то поддержку и раскрылся. И ты воспитываешь себя. Ты воспитываешь в себе любовь, как спортсмен, качает свои мышцы до тех пор, пока не достигнет какого-то спортивного результата. Так и ты, если можно сказать, качаешь свою душу в добродетели, в молитве, в любви к Богу, в первую очередь. Потому что Господь говорит, первое из всех большие запахи, возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, то есть всем, что внутри тебя и внешне, а потом ближнюю свою, как к самому себе. Если я себя люблю, хочу, чтобы меня кто-то слышал, слушал, значит, и я должен так же, по сути, относиться, слышать и слушать. Это нормально. Поэтому тяжелые бывают, конечно, моменты. И физические, и духовные, и какие-то искушения бывают. Но я думаю, Господь милость вам подкрепляет. Спасибо, Господи, за ваши лайки, поддержку. Благодарю. Так, для... Так, да, а я мусульманин, но от общения с покойным я получу необычайное удовольствие. Я очень рад. Так, давайте я пролистаю. Я слышал наш патриарх Кирилл. У него очень красивый голос. Аж даже... Ну да, очень хорошо говорит, грамотно. Мне очень нравится, как патриарх доносит слово свое пастырское для людей. Да, я год-два уже термин земля пухом слышал. Что, наверное, это разнесеть можно. Ну, вообще, давайте так. Православный не желает, чтобы усопшему, чтобы земля ему была пухом. Это такой советский, наверное, больше термин. Но как вы думаете, может ли две тонны земли быть пухом? Я вот сомневаюсь. Ну, усопшему-то без разницы. Две на нем тонны лежит или десять тонн. Ему телу-то уже все равно. А вот если мы на самом деле хотим какого-то доброго пожелания, то мы, наверное, правильно должны сказать, царство небесное, вечный покой. Царство небесное – это райские пределы, это рядом пребывание с Богом. Вечный покой-то. То есть, это не страдание. Самое удивительное, что мы и должны-то желать и друг другу, и на земле уже царство небесное. И это не страшно. Почему? Потому что мы идем к этому царству небесное. Мы молим, Господи, сподоби, он и час, когда я пристану перед тобой, сподобится царство небесное. То есть, мы уже созидаем царство небесное на земле. Почему мы не можем пожелать ему? Мы можем сказать, желаю тебе, или я вам желаю здравия душевного, телесного и царства небесное. Ведь мы всю жизнь к этому идем. Почему не пожелать этого друг другу? И это не страшно. Потому что православный человек понимает, что это не пожелание смерти. Это пожелание великой награды, которую еще нужно заслужить. Давайте дальше. Так, 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 так. Философия. Ну, святой Кирилл Иерусалимский сказал, что философия служанка христианства. Да, вы, батюшка Констеймареп, пришли в миру работ, но очень рады, что теперь батюшка я тоже. У вас большая семья, двое кровных, одна так названная дочь, которую люблю тоже, как родную. А вообще, очень много есть духовных чадо, которых молясь, общаясь всем, стараясь вместе с ними нести время с работничества. Так, ну тогда Царство Небесное покойному патриарху. И покойному, и, наверное, нынешнюю, чтобы Господь подкрепил всех нас. Так, спасибо за ответы, все, хорошее терпение, верно. Ну, давайте, наверное, еще один-два вопроса. Я очень рад, что сегодня у нас много в эфире. Будем, наверное, прощаться. Уже у нас, ну, почти час, почти час эфира. Будем задавать еще пару вопросов, и мы будем завершать эфир. Наверное, эта неделя для каждого будет, мытарь и фарисея, наверное, попытка стать мытарем, который сокрушается в своих грехах и молит Господа о поддержке и прощении. А вы сами откуда? Я клирик Ейской Тимошевской епархии. Я вот основатель по благословению правящей нашей архиереи, владыки Германа, этого проекта Международного Батюшка Лав. Скоро на нашем проекте еще появятся и священники, и одна девочка, которая хорошо читает стихи, такая православная девочка. Служу я в храме новомученика-исповедников Церкви Русской. Вот на следующий воскресенье у нас будет престольный праздник. Кто не знает, что такое престольный праздник, это день в честь кого освящен храм. Ну, если так, по-простому совсем, день рождения храма. Вот. Так. Ну и сейчас кому молиться, чтобы забеременеть? Я немножко выше отвечал. Помощица Рода, Матронушке, Серафима Саровскому иконе Божьей Матери, Федоровской. Ну, тут надо, помимо молиться, надо еще греха сверкается, потому что порой по грехам нам Боженька не дает. Так, а в какое время и по каким дням вы обычно и в эфире? Вот на нашем канале Батюшка Лав в 8 вечера я выхожу в эфир. Батюшка Сергий выходит немножко раньше. Мы, наверное, напишем график, как мы выходим, потому что все равно мы, хоть и озвучиваем, но многие забывают. И сейчас вот в 9 вечера, наверное, на кратенький эфир я в ВКонтакте выйду со своей страницы, немножечко отвечу на вопросы, там меньше, конечно, людей бывает. Ну, если у вас какие-то остались еще вопросы, можете перейти на мою страничку в ВКонтакте. Сейчас я буду в 9 вечера там делать трансляцию. Так, помогите, Александр пишет. Или Сухан пишет. Так, когда прощение на воскресенье в этом году? Вот скоро уже у нас будет. Скоро. В этом месяце, который грядет. Так, идите не... Нечистая сила, язык говорил, не помогает. А, все, я понял, простите. Читайте молитву «Да воскреснет Бог» и Киприан и мученица Устины молятся, когда всякое нечто одолевает. 8 по Москве, да. Каждое воскресенье 8 по Москве. Вот с батюшки Лав, с нашей странички я выхожу. В церковь, если идти исповедоваться, там записи нет. Какая система. Священник во время службы выходит. И все, когда вы видите, подходят на исповеди, и вы также подходите. Только вас, как батюшка, призываю. Не рассказывайте свою автобиографию. С кем вы, зачем вы. Конкретный грех. Каюсь, Господи, там. Курение, винопитие, там. Изменяло мужу. Конкретный грех, как глубокая рана. И помните, что, мои родные, вы каетесь не священнику. Вы каетесь Богу. Он тут, как лирикаш, заходился до вас. Спасибо. Не могу зайти в собор, но многое о вас услышал. Во слава Божьем воскресенье, когда попрощенное. Я точно, стопроцентно не помню. Поэтому не могу вам честно ответить. Поэтому не буду и мудровать. Все такие разные, да? Как врачи. Кто-то хирург, кто-то травматолог. А на батюшке онлайн бываете или нет? Ну, теперь нет. Проект очень хороший, батюшка онлайн. Я надеюсь, он будет и дальше развиваться. Ну, а мы также будем развиваться. Мы не конкуренты. Мы в Божьем делали соработники. Так. Мне сказали, что долго можно беседовать. Беседовать можно в неисповеде. А исповедь это таинство. Как быть, батюшка, когда стою на службе, то порой без сознания? Ну, присаживайтесь, чтобы не потерять сознание. Потому что, опять-таки, если вы готовитесь к причастию, натощак, конечно, у вас слабость. А если вы не причащаетесь, то многие говорят, что я голодный пришел, но причащаться не буду. Вот в этом случае не нужно тогда натощак приходить. Нужно подкрепляться. Что такое отщитка? Отщитка – это такое молитвословие, последование, когда молят Господа, чтобы избавил от лукавого человека, от страстей его сугубых, чтобы он не болел. Так, иди ко врачу, иду ко Господу. Самое главное, врач для меня – это Господь. Так, значит, и на вас можно подписаться. Да, конечно, подписывайтесь. Но живет в храме, Бог везде живет. Только Бог с большой буквы. Если мы идолевских каких-то богов вспоминаем, то с маленьких. А если о троице, то с большой. Так, он вездесущ. Просто в храме, где он сам заповедовал, вот первый храм – это Скиния была. Уже по образу Скиния и все храмы далее строились, архитектурно изменялись. Сначала базилик, а потом крестово, крестово-купольный. Ну и разноплановая такая другая архитектура. Ну просто он сугубо пребывает в храме. Почему? Потому что сказал, где двое или трое, а там я посреди них. Где приносится сначала баллажа кровная жата, а сегодня уже бескровная. По Квинья можно делать отчитку. Это чаще всего в монастырях. Поэтому вам надо о конкретном монастыре смотреть, в каком есть отчитка. Не везде это происходит. Татарина грабит народ. Ну, Сергей, ваше мнение, дай Бог вам здравия. Сколько пожертвований, не знаю. Это все индивидуально в каждом храме. Все, мои дорогие. Я смотрю 9 часов. Мне уже надо трансляцию в ВКонтакте начинать. Я всех бы рад видеть. Дай Бог вам здоровья. Подписывайтесь на наш проект «Батюшка Лав», «Батюшка Любовь». Приглашайте своих близких. Почему? Это не реклама. Это желание, чтобы мы помогли друг другу порой услышать тот нужный ответ, то доброе слово, которое поможет нам в жизни в той или иной ситуации. Храни вас Господь. С вами был священник Константин Мальцев. Это проект «Батюшка Лав», «Батюшка Любовь». Аминь. Бог помощь вам. Батюшка Любовь.